Парламентарии Забайкальского края назвали закон о тишине антипроизводственным. Он, по мнению депутатов, ограничивает возможности строителей. Работа техника может только с 9 часов утра, а такое позднее начало рабочего дня, несомненно, скажется на сроках и качестве строительства. В Омске шуметь можно с 8 утра, но в местном законе также не прописаны нормы для строительных или коммунальных организаций. Впрочем, закон о тишине нарушается повсеместно и так. Подробности в материале моих коллег. В 10 метрах от этой обычной пятиэтажки клуб караоке, автосервис, виноводочный магазин и бар. А мячи уже привыкли жить с закрытыми окнами. И если музыка в баре играет негромко, то гости заведения голосовых связок не жалеют. Вчера ночь была сумасшедшая. Вот просто вот здесь вот они, я не знаю, до скольки, до трех или до четырех. Я потому что полвторого вставала от шума, закрывала форточки, что ребятишки просыпались, что громко очень. Почти полгода жильцы этого дома судились с владельцем бара. Удалось добиться своего. Время работы существенно сократилось. Но по ночам под окнами все равно появляются подвыпившие амичи. Драками и потасовками здесь никого не удивишь. Суд ограничил режим работы гриль-бара «Дрова» 10 часами вечера. Но они нас несколько обманули. Они перезарегистрировались и сказали, что теперь до 10 часов вечера работает гриль-бара «Дрова», а после 10 вечера работает ООО «Алабай». В пригородах Новосибирска любители шумных вечеринок баром предпочитают коттедж. Жильцы этого, казалось бы, благополучного поселка почти каждый день вызывают полицию. Соседи не раз говорили с владельцем дома, но для него прибыль важнее. Прокурор города Обь подал иск в суд с требованием запретить проведение шумных вечеринок в жилой зоне. У них стоит аппаратура очень мощная внутри, музыкальная. И по земле передается музыку не слышно, но бум-бум-бум наш дом подпрыгивает. Это вот круглый год у нас. Летом, когда можно выйти на улицу, крики, визги, все что угодно. Нецензурные слова на всю улицу криками. У нас дети все это слышат. Самые мягкие нормы в Томске. Шуметь запрещено с 11 вечера и до 7 утра. Но всегда можно найти компромисс. Например, согласовать график громких строительных работ с соседями. Именно так приходится уживаться молодым семьям в Кемерове. Шума много, конечно, но соседи все достаточно лояльно к этому относятся. Те, кто живут уже здесь, к тем, кто ремонтирует квартиры, потому что все-таки въехать хочется быстрее. Все праздничные дни, выходные дни. Стараемся как-то закрывать глаза. В каждом регионе с нарушителями спокойствия пытаются бороться штрафами. Однако в Омске фактически фиксировать нарушение некому. Проблема в правовом регулировании. Да, если сейчас мы посмотрим, данные функции возложены на полицию, но полиция фактически не может их осуществлять. И вот мы сейчас подготовили соответствующий проект, который позволит эту дилемму разрешить. Когда будет подписано соглашение между правительством региона и Министерством внутренних дел, неизвестно. Поэтому основной способ борьбы с шумными соседями сейчас – судебный иск. Дмитрий Ковалев, Татьяна Картавых, Константин Демиденко, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.